со вторым вызовом тебя сборную хотелось бы тебя услышать рассказ про первый вызов он такой получился достаточно неожиданно спасибо большое ну да получилось не неожиданно как бы собирался ехать к стоматологу удалять зуб буквально там осталось минут пять до выезда уже собирался вызывать такси у меня весь день в этот день была проблема с интернетом с вайфаем и то есть мне не приходили не сообщения ватсапе не звонки ватсапе попросил что жена раздала вайфай мне зашел ватсап и у меня сообщение ты где футболистик я перезваниваю валерий игоревич потеряли меня грудом и просто с интернетом проблемы сегодня из-за этого не ответил он говорит как настроение в сборную хочешь ехать конечно это мечтает с детства любого футболиста который подрастает оказаться основной сборной как бы с ним не небольшой диалог получился и уже администратор начальной команды перезвонил сказал что купит билеты все скинут так получилось но если первый вызов был неожиданным второго ты ждал ну как бы естественно надеялся ждал что вызовут уже в окончательный список в аду понимал что нужно работать доказывать что такого не было что бесплатный билет какой-то любому желающему понимал что нужно работать трудиться на тренировках в играх как бы слава богу что получилось так что наверное заслужил и оказался здесь так получилось что после первого вызова я такая прям белая полоса прошла ну и у клуба вашего как думаешь связано с сборной или так совпало ну естественно где-то внутри вдохновился этим моментом что приехал в сборную россии где самые лучшие футболисты в россии собранные естественно что вдохновился но и как бы может быть мое вдохновение где-то перенесли это в клуб как бы ребята поймали и все в одном настроении думаю из-за этого как бы и результаты в клубе пошли в гору как-то атмосферу сборной с кем ты сейчас больше общаешься атмосферах суперская общаюсь со всеми ребятами естественно со степенко с чистяковым с бариновым потому что уже давно знакомы с ним с лёшей и он так как бы совсем можем пообщаться в этом ничего такого нет нашумевшая история про доширак насколько ты к ней отнесся серьезно или с юмором и перестали или вспоминать уже здесь ну слушайте но мы такие же люди как и все и мы тоже там имеем право там я думаю и можем понятно что не на постоянной основе но мы можем там где-то расслабиться и допустим мне нравится доширак то есть как бы я там могу сетом естественно не каждый день но там раз в три в четыре месяца я могу съесть прошу но это вкус детства там меня люди все должны понять а то что эта тема как бы дастник к ней с юмором относился то есть ничего такого не было если говорить о питании сборные тоже нашумела история о том что здесь запрещен сахар ты вообще сладкоежка и насколько тебе тяжело без сахара или сладкого ну естественно когда я перешел в ростов к валерию георгиевичу естественно что этом измерили жировую у меня была достаточно большая жировая луис написал питание правильно что нужно есть что нельзя естественно первое время было тяжело отказаться там от многого но сейчас для меня это как встать с утра почистить зубы поэтому как бы отношусь к этому очень спокойно в последних трех матчах у тебя 22 плюс 2 по системе гол пас лучший в команде по этому показателю откуда такая прыть от опорного полузащитника начал стараться помогать нам впереди больше нападающим где-то это больше бежать туда потому что как бы тренерский штаб говорит что бегите туда отскок какой-то где-то срезка где-то на подборе сработаете поэтому как бы начал больше прислушиваться и бежать туда получается что как бы добегая нет нет в этом сезоне ты практически без замены или вообще без замен то есть много очень играешь как физическая состояние оцениваешь нет усталость усталость усталости телези да нет на самом деле все от головы идет естественно что когда у тебя там хорошая полоса у команды когда выигрывать естественно голова в порядке и ты себя чувствуешь великолепно а когда постоянно то поражение то ничья естественно что и ничего не охота и ты устал и все болит чувствую себя великолепно и готов тебе доверили капитанскую повязку в ростой в 22 года какие качества просто интересно как так получилось таки возраст такой достаточно юный наверное за мой характер не люблю проигрывать я где-то могу завести ребят поэтому так он лучше у них спросить а как вот дается тебе общение с болельщиками мне кажется так не просто достаточно да найти общий язык с такой толпой не всегда позитивно настроены какие-то моменты понятно что вы есть люди которые там понимают как бы не могут спокойно пообщаться есть люди которые там агрессивно как-то настроены но нужно сказать людям правду как есть и неважно там понравится она им или не понравится но лучше по правде все честно друг другу глаза много вопросов у болельщиков про твою бороду когда ты ее отрастил это осознанно выбрали так просто получилось на самом деле так получилось как бы начала расти быстро и еще с махачкалы решил оставить как бы естественно что подправляю так прям чтоб убирать если я выберу и наверно меня не узнать жена нормально то есть да ну вот ваня сергеев пообещал что если будут сборную он побреется сейчас правда отложил на конец сбора у тебя есть какие-то такие знаешь вообще ты пари какие давал на какие-то события в жизни пока пари никаких не было давайте посмотрим попозже к этой вернемся вообще суровый имидж все такой снаружи внутри ты да я бы на присяскал бы на что на поле и в жизни два разных человека на поле где-то агрессивные злой ну естественно по спортивному то есть в жизни как спокойный естественно что в моментах как и любой могу завестись но целом спокойный добрый отзывчивый читал что ты немножко похож на макгрегора не было таких сравнений ну было на макгрегора на морена защитника из ливерпуля ну ты как вот к мм относишься к боям мне нравится я люблю смотреть а какие еще виды спорта тебе нравится помимо футбола смотреть и играть может контр-страйф и смотреть и играть люблю с друзьями да все виды спорта хорошие по-своему могу все что угодно посмотреть я еще слышал что ты хорошо танцуешь это так если да ты где научился собрали плохо танцы на самом деле а так махачкале меня ребята учили лесгинки что-то там умеют танцевать маленькой совсем только в начале пути я понял ты достаточно рано женился у тебя дочка насколько я знаю да каково это вообще стать отцом в 20 лет как круто я счастлив все что сейчас происходит моей жизни это благодаря там моей дочке моей жене на ради них естественно там родителей бабушек дедушек ради них я тренируюсь наверно вдвойне больше хочу хочу вдвойне больше выигрывать как бы все взаимосвязано кажется дочка уже знаешь чтобы ее папа профессиональный футболист и реагирует как ну да дома какой-нибудь футбол идет неважно кто играет у нее папа папа в ладоши гол гол ура то есть есть такое тяжело разлука в семье переносится в сборные как бы там неделя 10 дней как бы нормально бывает в конце тяжеловато вот когда на сборы уезжаем там на месяц на три-четыре недели то тяжело часто ли делаете жены друг другу сюрпризы а если да то какие на самом деле не часто как-то у нас такого но нет то есть там какие-то праздники там 8 марта день рождения дата знакомства кому бы отдал золотой мяч в этом году на роджи не топ-3 защитника на твой вкус 9 джеки осипенко чистяков какие сериалы или фильмы из последних посоветовал бы что понравилось сериал власть ночном городе наверное а фильм последний даже не смотрел последний музыка что слушай что нравится музыка но смотря когда перед игрой там или перед игрой мотивационному что-то любым не играет перед игрой то есть естественно там это хип-хоп иностранный и какие-нибудь клубные песни какие вообще хобби у тебя есть помимо футбола ну хожу в зал дополнительно то есть могу там поиграть с тренером настольный теннис основное хобби понятно что это проводить время с ребенком то есть это погулять это на какие-то развивашки сходить и все какой-то город запомнился может быть больше чем остальные город наверное марбеля испания потому что мы там больше всего были как бы на сборах много чего увидел как бы красиво очень любимая и нелюбимая еда любимая рыба суши а любимая шашлык кем мечтал стать в детстве футболист не по моему с малого возраста уже просил у деда мороза писал письма чтобы мяч футбольные какие-то кроссовки футбольные и как бы родители дарили и с утра уже у меня начиналось это мячом по дверям бил по стенам с детства футболистом хотел стать почему номер 15 не знаю так получилось еще с анджи все номера были разобраны большие номера не давали брать взял 15 и до сих пор 15 номер самый запоминающийся мяч в карьере гу у меня пока не так много но наверно спартаку откуда взялось твое празднование бамос у нас много испанцев работает и они любят горизонта последний вопрос футбольная мечта твоя и не футбольная футбольная мечта как бы выиграть много трофеев возможно перейти в европу играть они футбольным оставаться быть хорошим человеком по жизни дарить людям добро радость оставаться отзывчивым и делать все что близких у родных у каких-то знакомых хороших чтобы наверно все было хорошо помогать по крайней мере